Осенью и зимой, когда на улице рано темнеет, пешеход становится очень уязвимым участником дорожного движения. Более напряженной становится ситуация и с детским дорожно-транспортным травматизмом, особенно во время школьных каникул. В связи с этим инспекторы ОГИБДД Одинцовского района посещают районные школы, чтобы напомнить детям о том, как важно носить на одежде светоотражающие элементы. Главная цель у нас сегодня была донести до детей, что на дороге надо быть заметным. Вы же сами знаете, вы сами все водители видите, когда в темное время суток не видно пешехода. Раз и появляется он перед тобой во всем черном, в капюшоне, с наушниками. Вот это надо доносить до людей, чтобы они понимали, что водитель не может сразу затормозить, это не человек. Там еще какой-то будет продолжаться определенный у него тормозной путь в зависимости от его скорости. Надо быть аккуратными на дороге, надо быть заметными на дороге. Для этого единственное, что придумано, это светоотражающие элементы в одежде. В шестом лицее инспекторы Евгения Воронина и Ксения Царалунга провели занятия в необычном формате. Сначала викторина, потом кино и в конце подарки. В ходе викторины пятиклассники лицея показали довольно высокий уровень знаний правил дорожного движения. Какие виды пешеходных переходов у нас бывают? Подземный. Подземный. На землю. На землю. Молодец. Хорошо. А вот ты едешь на велосипеде со своим другом. Ты водитель, а друг? Сашин. Так, значит, какие у нас участники дорожного движения? Водитель, пассажир и пешеход. Лицей уделяет особое внимание теме безопасности на дорогах. Ежемесячно учителя, классные руководители проводят МИЗ-занятия. Есть целый план, целый график проведения таких занятий. Особое внимание уделяется, конечно, безопасности дорожного движения в преддверии школьных каникул. В завершение акции инспекторы раздали всем пятиклассникам подарки – светоотражающие фликеры. Вопрос лишь в том, будут ли ребята их носить. Обязательно. Да, носить я их буду. И я думаю, они даже немножко такие красивые. Повешу я их либо на две части порежу и по бокам, либо в области живота, либо в области ног. Чем больше фликеров, тем лучше. У пятиклассников шестого лицея они уже есть. А вот родителям учеников из других школ стоит задуматься над тем, чтобы приобрести такие своим детям. Купить светоотражающие наклейки можно в интернете или, например, в магазине «Учебная книга», который находится на улице Говорова. Такие меры помогут уберечь детей от беды. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».